Эль Торо ТВ История этой больницы богата не очень приятными фактами, что делает это место жутким. Самыми страшными являются методы, которыми здесь пробовали лечить больных. Там широко применяли кровопускание, ожоги, пиявки, слабительные средства, укус, голодание, водолечение. Людей одевали в смирительные рубашки, связывали ремнями, а иногда и применяли даже гандалы. От такого лечения смертность среди пациентов была просто поразительной. Номер 2. Олесский замок БГТ Олесско, Львовская область Под стенами этого замка время от времени появляется дух монаха. Существует легенда, что при жизни монах любил плотские развлечения и нередко наведывался к женщинам из ближайших сел. За это монаха наказали и замуровали в стены без еды и воды. В стенах якобы даже находили его скелет. Согласно другой версии, странствующий монах Ян Каспер на глазах тысячи паломников прыгнул в колодец. Другие монахи объявили его сумасшедшим, но все-таки похоронили по христианскому обряду. Однако душа самоубийцы все равно не знает покоя. Номер 3. Подгорицкий замок Село Подгорцы, Львовская область У замка есть страшная тайна. Все, кто ночевал здесь в последние годы 18 века и до сих пор видели ночью настоящего призрака. Им являлась женщина в белом с черным лицом. У призрака видели пациента туберкулезного санатория, который был здесь в советское время. Сторожа и работники замка. Семья польских помещиков, живших в стенах замка, даже записали свои воспоминания о призраке. По легенде, по замку бродит душа убитой молодой жены, под славой Живуцкого, Марии. Из-за ревности он собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах замка. Номер 4. Еврейское кладбище. Город Ивано-Франковск. Ивано-Франковское еврейское кладбище стал свидетелем масштабного и ужасного убийства. В октябре 1941 года немцы на грузовиках привезли сюда тысячи евреев. На кладбище вырили яму глубиной 5 метров. Людей заставляли прыгать в яму, а там их расстреливали из пулемета. Ужасная казнь продолжалась 5 часов. Тогда было убито от 6 до 10 тысяч невинных людей. И наконец номер 5. Замок Полонок. Мукачево, Закарпатская область. Легенда этого замка связана со свекрою и невесткой Софьей Баторией и Илоной Зренией. Женщины, правя замком, враждовали между собой. О Софье Баторией ходит страшная слава. Женщина якобы имела пристрастие к человеческой крови. Для кровавых ван Софья приказывала приносить в жертву 13-летних девственниц. Друзья, подписывайтесь и не забывайте ставить лайки. Если это видео наберет 2000 лайков, я сниму следующее жуткое видео. Субтитры создавал DimaTorzok